Приветствую вас, и поскольку вы задали свой вопрос в разделе психологии, то постараюсь ответить вам именно с точки зарегистрения этой. Начнем с того, что давать конкретный совет по поводу того, как поступить вам, не единственным. Потому что получается, что тогда решение своей жизни и ответственность вы перекладываете на нас. И если у вас что-то не получится, то виноваты будем мы, а не вы. А так как у человека нужно нести ответственность за свою жизнь самостоятельно, и психолог не имеет права брать эту ответственность на себя, ибо он не бог, то ответственно-конкретный совет вам, наверное, спрашивать у своих друзей. Именно совет. А мы дадим вам лишь рекомендации. Рекомендация эта будет касаться того, что вам, наверное, не видно из-за субъективности взгляда на ситуацию, которая у вас есть. Итак, у мужчины появился в вашей жизни, значит, вы замужем очень давно, он живет в другой стране и предлагают вам приехать к нему. То есть, фактически вы становитесь перед выбором, либо вы приносите в шерфу свою стабильность, свою определенность, но однообразность и неинтересность, судя по всему, жизни, и окунаетесь в мир неопределенности, непредсказуемости, случайности, ставите себя в полную зависимость от мужчины, который живет в другой стране и который предлагает вам переехать к нему. Либо вы, собственно говоря, этого не делаете, и остаетесь там, где вы сейчас есть, отдав предпочтение комфорту, определенности и, собственно говоря, удобству. Так вот, выбор вам нужно делать, исходя из своих ценностей. Сначала ответить на вопрос себе, самой, что вас удерживает в браке с мужчиной, ведь если вы допускаете с вам факт того, что вы можете приехать к другому мужчине, то есть вы сомневаетесь, значит, своего супруга, своего мужа вы любите не так сильно, как хотелось бы, и счастливы вы с ним тоже не так сильно, как хотелось бы, из-за чего вы обращаете внимание на другого мужчину и допускаете переезд. Соответственно, нужно понять, любите ли вы своего мужа или нет, если не любите, или у вас какой-то конфликт, то это два разных направления решения проблемы. Если чувств нет, то это одно, если есть конфликт, то его нужно решать путем поиска оптимальных компромиссов, путем понимания мотивов супруга, как участника конфликта и так далее. Но конфликт можно и нужно решить, если есть на то ваше желание. Если чувств к мужу нет, то тогда стоит обратить на другие, второстепенные, взвеживающие факторы, например, дети, например, удобство, комфорт, образ жизни и так далее. Если все это кажется вам недостаточно сильным, недостаточно важным именно для вас, а перспектива оказаться в другой стране с другим мужчиной вас не пугает, и вы готовы рискнуть ради своего счастья, то есть, если вы считаете, что ваше личное счастье важнее, и стоит того, чтобы попробовать, чтобы рискнуть, то тогда, конечно, попробовать можно. И поступить нужно именно так. Поехать в другую страну. Но только если вы готовы рискнуть ради своего счастья, если вы считаете, что счастье достойно этого. Дело в том, что многие люди, некоторые, по крайней мере, точно, полагают, что счастье, личное счастье, это мисс, это выдумка, это некий мираж, за которым человек гонится всю свою жизнь и никогда не достигает. И если вы считаете так, опять же, это вопрос ценствия, это вопрос морали, это вопрос этики, вопрос взглядов на жизнь. И говорить о том, что этот взгляд неправильный, мы здесь не будем, у каждого свой взгляд. Вам лишь нужно выявить свою точку зрения относительно видения ситуации по отношению к вам, относительно видения ситуации по отношению к вашему будущему, чтобы понять, что для вас важно, исходя из того, что для вас важно, и принимать решение. Потому что, если вам важно свое счастье, личное счастье, да, но общество, окружающие вас, люди, доказывают вам, что вы не правы, что нужно жить тем, что есть, довольствоваться тем, что имеешь и прочее, что вам это не подходит. И дело здесь не в том, что они не правы, дело здесь именно в том, что такова ваша позиция. И ваши позиции, как позиции личности, являются доминирующие в том, что не несет вреда другим людям. Соответственно, если от вашего поступка, от вашего решения другие люди необоснованно не пострадают, то вы вольны поступать так, как хочется вам. И здесь, при отсутствии их внутренних блоков, важно ли что, чего вы хотите, что для вас важно, что ценно, и так далее. И если вы считаете, что ради того, чтобы быть счастливой, чтобы жить полной жизнью, что если вы поняли, что мужчины, которые рядом с вами не ваши, что тот, кто предлагает вам переехать в другую страну, именно тот, то попробовать, конечно, нужно. Но, безусловно, не сразу. Безусловно, лучше получим мужчину и знать. Безусловно, лучше дождаться происшествия в ситуации, в которой он бы проявил себя, как человек надежный. Или как ненадежный. Чтобы вы увидели к себе его отношения. Потому что приезжать к другому человеку, в другую страну, не зная, как он к вам относится, в трудные ситуации, в тяжелые ситуации, в несчастье, ну, сейчас слишком уж рискованно. Я думаю, что инстинкт самосохранения вам этого не позволит сделать. И он, в данном случае, имеет место быть. Постарайтесь мужчину проверить. Постарайтесь мужчину как-то вытащить на какие-то принципиальные взгляды относительно жизни, относительно вас и так далее. Попробуйте оказаться в положении, когда вы нуждаетесь в помощи мужчины. И тогда, в зависимости от того, как он поможет и какой контекст вложит в помощь, вы сможете принять решение относительно своей дальнейшей жизни. Спешить такими выводами, безусловно, не стоит. Я думаю, с этим согласится любой эксперт. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в лично помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго и удачи.